Первый матч играли со сбором молодежи Южной Кореи У-23, у нас в лице тоже было много молодежи, помладше даже, и 18-летние ребята, и 19-летние, и 20-летние, то есть как бы так, для них хороший спарринг, ну и там несколько опытных футболистов, вот, ну и мы довольны игрой ребят, они проявили и характер, и хороший уровень интенсивности игры, вот, были хорошие эпизоды, команда южнокорей очень колючая, боевитая, мобильная, дисциплинированная, это то, что отличает эти команды всегда, и там футболисты есть, условно, есть Митюй Ланд в Бельгии, Сэнд Мирин в Шотландии, то есть достаточно сильные корейские клубы, это далеко не последняя молодежь в сборной мире в Южной Корее, поэтому мы довольны мальчишками, и ребята, которые играли постарше, в этом составе, таком сбитом, чтобы проявили хороший уровень и мастерства, и борьбы, и желание выиграть, самое важное. А второй матч, уже играл состав, более приближенный к основному составу, вот, соперник хороший, Копер Словения, я знаю хорошо эту команду, условно. Я знаю, что мы под нагрузками, завершающий день, работа очень серьезная, и сейчас ребята пошли после матча заниматься подготовкой силовой, видеть самолетов, вот, некоторые летают сегодня, и сейчас они помимо двух таймовых игр, 90 минут еще и работают в зале над, значит, мощной силовой работой. Ну, план такой работы, заложить фундамент базовый, опорные препараты, чтобы были очень мобильный взрыв был, сила, мощь, физическая готовность должна быть очень хорошая, потому что у нас все-то непростой отрезок. Вот, ну, первый тайм мог сложноваться, мы вначале могли забить три мяча, штанга, пить Кладину, но, мне кажется, немножко этого баюкало, футболисты стали менее ответственно подходить к игровому эпизоду. Какие мяча против ситуации, а это лишняя работа, и немножко-то подсели, и соперник много владел мячом, и были моменты, в том числе, завтра на педаче проходили, ну, пришлось в перерыве дести коррективы, где-то поговорить более строго с футболистами, что нельзя поводу отдавать расслабленности, халатности, дисциплины нарушения. Идите, доказывайте, играйте, и поговорите, что вы на самом деле мужчины и мастера. Ну, отдать должное, ребята, они второй тайм завелись, по-мужски завелись, и когда ты настраиваешься на хорошем уровне интенсивности борьбы мужского начала, то и получается игра. И пошли фрагменты игры в атаке хороших, то, что мы хотим видеть условно, и много единоборств, и все равно сыграли уже по-другому второй тайм, не отдать должное доверить соперника, забили два хоро-стандарта, были еще хорошие моменты, ну, и ребята хорошо сыграли в артали, оба, в обоих выборных таймах. То есть, заканчиваем сборы на позитивном настроении, скажем, что там какие-то травмы у нас, ну, есть повреждения, как обычно, ну, они не такие серьезные, поэтому надеемся, что прошли сбор удачно в этом компоненте. Да, есть там погрешности небольшие у ребят, как обычно, тем более два матча таких, на сегодня они появились, потому что шибы, удары и так далее, борьба мужская, соперники очень хорошие, вот, поэтому здесь мы подводим итог сбора, отработали профессионально в основном и правильно, самое важное. Сейчас отдохнуть немного, вот, и включается второй сбор, который будет еще тяжелее, если честно, я уже предупредил, что готовьтесь, там будет более серьезная, другая работа совсем и более серьезная на русском уже. Нам надо два сбора этих пройти, базовых, два базовых, один базовый такой, другой базовый такой, а потом уже, смотрите, сборок будет шлифовочный, поэтому, хотя бы и так сейчас работаем все время, с мечами заслит, до бегов и так далее, но все достаточно, по принципу, параллельности очень интенсивно. Ну, а так, в целом, все сейчас отдыхать и готовиться к следующему, к следующей работе. Продолжение следует...